Существование среднего и малого бизнеса в Магнитогорске решает проблемы не меньше, чем бизнес сверхбольшой. Но если реальная поддержка от государства бизнесу сверхбольшому сейчас в принципе не нужна, благо есть имя и репутация, и банки западные с большим уважением относятся к отдельному предприятию, нежели ко всей стране, но среднему и малому бизнесу поддержка в виде дешевых кредитов, например, ой как необходимо. Но не в этой стране, походу не в этой, здесь в силах, пожалуй, только исконно российская, не вытравленная за 70 лет взаимовыручка. Конечно, понятие чести и порядочности на этой территории вытравили практически окончательно, поэтому не верю в большинстве случаев подписанному и озвученному. И ряды глухих и ослепших в раз бизнесменов время от времени, конечно, пополняются, но реальные и за базар, извините, отвечающие мужики и дамы остаются в почете всегда. И вот для них и разумная рекламная поддержка, и юридическая в том числе. В лице фирмы Инфора. Насколько быстро проходит у вас процедура аудита с фирмой Инфора? Да быстро, никаких задержек не бывает, мы уже с ними давно работаем. А сколько давно? Ну, лет пять работаем. Пять лет. И когда за спиной такая структура, ну как дышится и работает? Нормально, хорошо работает, самоуверенный в них, надежный партнер. Существует ли необходимость, ну, не только проводить аудит, а еще и бухгалтерскую контроль какую-то? Ну, это бывает, визитки печатают, разные услуги оказывает фирма на мотор. По многим вопросам обращаемся. Вообще, наша фирма занимается уже на протяжении 15 лет, скоро будет, регистрацией, организацией, предпринимателей, информея за ООО организации, общества с ограниченной ответственностью, ОАО. Вводим изменения в учительные документы. Мы уже говорили, что с 1 июля у нас уже изменения. Мы приводим в соответствии с законом уставы. Регистрацией компаний за рубежом занимаемся. Также наша организация занимается аудитом, обязательной, инициативной. Оценкой занимаемся, всех форм собственности. Ну, конституционные услуги, как все консалтинговые фирмы. Дополнительные у нас еще, значит, виды деятельности. Это изготовление печати, штампов, фоксимилеев. Значит, визитки еще изготавливаем, разрабатываем логотипы. Оформляем еще автотранспорт. Это договор купли-продажи. Оперативно реагировать на происходящие в российском законодательстве изменения. Может ли это загруженные выбиванием и поиском денег, заказчиков и кредитов бизнесмен? Очень и очень сильно сомневаюсь. Но есть люди, занимающиеся этим профессионально. А вообще, организуя свой бизнес, а дело это достойное, и заниматься по сути всегда есть чем. Все вопросы можно задать в одном конкретном месте. И через определенное время получить готовые, под вашу подпись документы, вместе с вашей печатью, кстати, и открытием счета. Ну, а если вы в складчину решили организовать бизнес, не лишней будет вот эта полезная информация. Зарабатывать на мертвых душах придумал еще Чичиков. Сегодня мертвые души – это тысячи индивидуальных предпринимателей, которых уже нету, сотни ООО. Но государство хочет тут навести контроль. Какие новые нормативные акты и что нового в законотворческой деятельности? То, что должны знать учредители ООО и ЗАО. Во-первых, ООО в соответствии с принятыми изменениями федерального закона об обществе с ограниченной ответственностью, вступившими в силу с 1 июля 2009 года, все общества с ограниченной ответственностью обязаны привести в соответствии уставы с 1 июля 2009 года до конца года. При этом необходимо учесть, что уставы обществ, в которые не внесены соответствующие изменения, применяются в части, не противоречащие этому закону. И таким образом ваш устав может стать недействительным в некоторой части, то есть частично недействительным, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Например, трудности с банком, налоговой, контрагентами, а после 1 июля 2010 года это даже ликвидация возможна. Во избежание рейдерских захватов все сделки проводятся в присутствии нотариуса, и нотариус будет заверять каждую подпись, каждую печать учредителя. Поскольку изменения и дополнения к устам, они очень объемные, и мне специалисту будет сложно их сделать, вы можете обратиться к нам, мы проделаем эту работу, разработаем уставы в соответствии с новым законодательством, и ждем все ваши пожелания. Грамотные юридические услуги и аудит. Все это вам рано или поздно будет необходимо. И если предприятии громадному для этой цели, и для создания соответствующего имиджа нужна фирма всерьез заучащая на западных рынках, например, то здесь, в Магнитогорске, уже есть авторитетная, профессиональная и многоопытная фирма, по своим функциональным возможностям, не уступающая PricewaterhouseCoopers, например. Но если вы обратитесь к озвученной последней, то за услуги придется так заплатить, что ваш бизнес можно будет закрыть сразу. Обратившись же в фирму Инфора, вы получаете неизменные качества, сжатые сроки и адекватные цены. Мы со своими клиентами в дальнейшем остаемся как друзья. Они в любое время к нам обращаются за консультациями. Мы их помним всегда и ведем постоянно их.